Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня в студии программы «Тема дня». Сегодня для вас работает Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, Ярослав Владимирович Живлатов, классный руководитель кадетского класса ФСБ, Центра образования имени Александра Отрощенко. Ярослав, добрый день. Здравствуйте. Игорь Альбертович Ушатин, директор Центра подготовки «Тверские забавы». Игорь, здравствуйте. Добрый день. Алексей Викторович Коновалов, заместитель начальника отдела специального назначения «Рысю» в Синроссии по Тверской области, подполковник внутренней службы. Алексей, добрый день. Добрый день. И Ирина Николаевна Попова, заместитель директора Центра образования имени Александра Отрощенко. Уважаемые друзья, перед тем, как мы начнем разговор, предлагаю вам принять участие в онлайн-голосовании. Вам просим вас ответить всего на один вопрос. Вопрос такой. Отдали бы вы своего ребенка в кадетский класс? Вариантов ответа «Два» – это «Да» или «Нет». В конце программы подведем итог голосования. Итак, как вы уже поняли, сегодня будем говорить о кадетах, потому что информационный повод. У нас 15 октября состоялось детки, ученики Центра образования имени Александра Отрощенко, были приведены к присяге. Это первый у нас кадетский класс ФСБ. Да, мало того, что первый. Он еще в стране у нас четвертый. Вообще, вот такой вот класс ФСБ, чтобы был кадетский. Потому что мы знаем, что у нас же уже кадетские классы существуют довольно-таки длительное время. В Твери там и ГАИ, и, по-моему, лесное хозяйство, юриспруденция, по-моему, да, что-то. Ну, вот подшефные есть и классы. Средственный комитет ходит, проводит занятия. Это, я знаю, сотрудники ГИБДД. И вот теперь ФСБ. Давайте несколько слов об этом классе. В этом году, в 2021-м, появился класс. Да, Ярослав? Да, да, да. Он как бы только-только созрел. Спасибо помощи управления. Потому что, скажем так, может быть, назрела такая необходимость как-то более пристально обратить внимание на патриотическую подготовку, не только в смысле построения каких-то, знаю, конкурсов, песни-танской. Ну, что у нас раньше проводилось? А в основном такое вот более приближенное к тому, что будет мальчишкам и девчонкам интересно. Вот такая тематика должна быть. Ну, брали как пример то, чем занимаются у нас кадеты уже существующих классов. Вот то, что мы перечисляли. Или здесь совершенно своя программа будет? Свою, абсолютно свою. Мы, скажем так, осознанно не шли на то, чтобы где-то что-то кого-то копировать. Смысл клонировать что-то уже похожее. У нас, начиная от робототехники и заканчивая скалолазанием, у нас все входит в программу. Ребят, сейчас с 15-го числа буквально у нас прошло посвящение, и теперь программа начнет раскрываться. Если до этого мы больше внимания уделяли дисциплине, строевой, психологической подготовке, начали немножечко высотку, пока погода позволяла, то теперь у нас будет все больше и больше с каждым разом развиваться программа, и к осени мы должны выйти на таких уже достаточно серьезных подготовленных ребят. Ирина Николаевна, какой класс принимал присягу ребятки? Восьмой К. Восьмой. Это специально сформировался именно вот этот вот класс под кадета, да? Да. Мы долго думали над тем, с какого класса запустить кадетский класс, и посоветовавшись, поняли, что лучше попробовать ребят взять постарше, не с пятого класса, а уже более, когда они подходят к выбору профессии, осмысленно, восьмой класс. Потому что в девятом у них становится выбор сдачи ОГЭ, там есть два обязательных предмета, которые им необходимо сдавать, и чаще всего это уже связано с их профориентацией, то есть куда они будут поступать. Поэтому мы в восьмом классе решили определиться с кадетским классом, чтобы дети уже к девятому понимали их, это направление, либо они не будут продолжать учебу в кадетском классе. Ну, то есть есть возможность поменять направленность, да? Увыть из этого класса? Есть такая возможность. Никто цепями не держит. Нет, они учатся, и так же, как и все дети, могут переходить в обычный класс, либо дети из другого класса могут прийти к нему в девятый класс. А то есть еще могут прийти, да? Кто захочет? У них есть отбор. То есть эти ребята в этот класс проходили экзамены. Они поступили, сдав определенные экзамены по общеобразовательным предметам. Физкульт-подготовка у них была, и психологическая на стрессоустойчивость. И вот те дети, которые прошли этот отбор, были зачислены в данный класс. Сколько человек у них было? 28. 28 человек, да? Да. Причем изначально было 26, и буквально вот прям по просьбам-просьбам нас вот попросили еще. Еще двоих? Ну да, потому что мы сейчас уже больше принимать на данный момент не будем, потому что все, присяга прошла, учебный год идет, но желающих больше, чем хотелось бы. Вот как раз мой вопрос относительно того, есть ли желающие. Наш вопрос сегодня нашим землякам не случайен, потому что, ну, я согласна вот с Ириной Николаевной, которая говорила, что хотели с пятого класса, но пятый класс, наверное, это все-таки рановато. Это все-таки не для такой, тут у вас есть всякая серьезная подготовка, все-таки дети нужны, дети повзрослее. Мало то, что повзрослее. Мы даже этот возраст будем очень планомерно подводить к физическим нагрузкам, потому что сразу окунуть их с головой именно во все катавасии, это, ну, по меньшей мере, непрофессионально. Поэтому потихонечку, помаленечку повышаем нагрузки физически-интеллектуальные. И, естественно, главное у нас сейчас на данный момент, как я уже говорил, объединение команды и дисциплина, потому что дисциплина, мне кажется, для современного ученика, она стоит номер один. А тем более ученика, которого в чем-то испортили вот эти вот дни самоизоляции еще, да? Ведь это же тоже сказалось, время-то какое живем. Очень, да, сказалось. Я хочу сказать еще маленечко, что я не согласен, Мали, вот с этим суждением. Каким? Что вот с восьмого класса там и дальше. Дело в том, что вот через нас, вот через парк проходит много людей, детей. И я вижу с ними, насколько у них физическое развитие слабое. То есть там элементарные вещи, которые в наше детство, это было просто элементарно, там кидали камни, например, да, или все. Сейчас они там проходят, допустим, ножевая подготовка, там метают ножи. Они не могут элементарно кинуть нож. А насколько это важно, Игорь? Вот для чего это надо? Я знаю, что вот вы будете преподавать в этом кадетском классе то же самое, да, умение общения с холодным оружием, да? Культура обращения. Культура обращения, да? Почему это важно? Ну, во-первых, пацаны есть пацаны. И они должны как бы не быть... Лучше кто-нибудь научить, нежели чем они сами будут. А, ну да, ну это понятно. Но в свою бытность в детстве-то играли, ножички кидали. Играли, да. И сейчас вот любого, вот что вот, как сказать, приходят папы, родители приходят, даже мамы приходят. И мы делаем что-то там с ними, они с детьми тоже начинают делать. У них моторика, допустим, плечевого сустава, все это работает. Вот просто элементарные вещи, они все это делают. А вот дети, вот как один музыкант сказал, что это фруктовый кефир такой, да, что вот они, пальцы развитые на компьютерах, все хорошо. И игры компьютерные тоже все это здорово. А вот когда какая-то реальная обстановка происходит, да, то есть вот начинаем... Вот в этом году у нас был вот очень интересный лагерь, именно вот такого военного, военная подготовка была. Вот. И насколько надо было им вот эти занятия им давать, чтобы хоть как-то их подвести, хоть... Ну как бы, я понимаю, вот допустим, моя физическая подготовка. Ярослав Владимирович, кстати, вот Ярослав Владимирович трассу не рассказывает, а показывает. Да мы это еще, мы впереди еще поговорим об этом, Игорь. И вот эти все моменты, они должны быть у них гармонично развита вся вот эта их физическая подготовка. А десятому классу или как, когда они уже, может быть, даже это уже и не нужно им будет. Они вот десятый класс закончили, в институт или еще куда-то, и больше этим не заниматься. А вот как раз чем раньше дают физическую подготовку? Все, мы услышали. Давайте прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим нашу дискуссию. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире программы «Тема дня». Напоминаю, голосуйте, у нас есть вопрос для вас. Отдали бы вы своего ребенка в кадетский класс, да или нет? Два вопроса. Перед перерывом на рекламу у нас здесь в студии возник спор относительно возраста. С какого возраста нужно приучать ребенка к физической культуре в том числе, да? Вот, Игорь, говорили о том, что ваша позиция, чем раньше, тем лучше. Ну, не совсем рано, но... Но, тем не менее, потому что кадеты, вот сейчас кадетский класс ФСБ, у нас ребята приняли присягу, это восьмой класс, впереди четыре года учебы. Это четыре года, это полноценная учеба, это много четыре года. Но вот, Игорь, например, я поняла, что боитесь, что такие в чем-то однобокость, да, как специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя? Чем дети взрослее становятся, тем они, как бы, знаете, вот уже это нам неинтересно, это мы не будем делать, уже другие интересы становятся, уже, скажем, гормонные... Ну, да, да, потом, ну, ребят, ну, не забывайте, что вот это вот интернет, который вот это нажатие кнопочек, зачем нам двигать руками и ногами, и прыгать, и скалолазанием заниматься, если мы просто можем посмотреть, как это делают другие, и у нас другие интересы. Мы будем думать, что мы умеем так делать, когда в игре чем-нибудь прошел, и понимаешь, о, да я, в принципе, тоже так могу, да? Да, да. Нет, я согласен, что надо заниматься физкультурой как можно раньше. У меня сын начал в хоккее ходить по нашим меркам поздно, в 10 лет, потому что люди начинают ходить с 5 лет. Физкультура, она должна быть у грамотных тренеров, у правильных педагогов как можно раньше. А уже выбор именно кадетского класса, направление дальнейшего развития, это уже как раз вот с 8 класса. Кадета даже вообще не беру. Я просто имею в виду, что к вам подходить, к вашему классу, есть у вас какая-то физическая градация, да, что вот отбор. И вот они с какого-то класса, там с 4 начинают, они должны к вам и подойти. Но уже ко мне опять приезжать, полоса препятствий, штурмовую проходите, вы уже знаете, что они пройдут точно куда-то. Но для этого надо учить. Все равно для этого надо учить. В том числе и кадетский класс, он для чего. И физическая подготовка, Ирина Николаевна, с какого класса начинается физкультура? Первого класса физкультура, 3 часа в неделю у нас идет, 2 часа физкультуры, 1 бассейн. И мы надеемся на то, что кадетский класс будет примером для подражания всех остальных ребятишек, которые будут стремиться попасть в него. Ну и само собой они будут понимать, что им нужно пройти, будет определенное испытание, чтобы попасть в этот кадетский класс, в том числе и физкультуру. А вот заинтересовать как ребенка. Вот мы как раз говорили, да, вот Игорь, мы и с Алексеем говорили, да, что вот в классе, я помню, что когда учились мы, нам выдавали лыжи. Мы могли записаться в любую секцию. У нас как-то каким-то образом мы постоянно были, например, мы где-то бегали, в чем-то участвовали. Что сейчас-то? Вот у вас есть какой пример, Алексей? Это, наверное, не... Мой ребенок в 51-й школе, у нее физкультура проходит в классе. Когда была пандемия, люди сидели в классе. Хотя я с классными руководителями спорил, что неужели нельзя даже просто прогуляться? Ну, я понимаю, что зал занят, там, класс занят, там, ну, можно хотя бы просто с детьми вокруг прогуляться даже. Какую-то элементарную зарядочку элементарную сделать, физическую. Но у нас сейчас, как бы, развиты вот эти социальные сети, где родители становятся против, там, зарядок, против лыж. Ну, как бы, вот это... Это, смотрите, ну, это же необходимо, вот как вот... Ну, мы как старые туристы, Игорь, да, можем рассуждать? Вот вся... вот в этом году, то есть я вот так уж иду по жизни, вот, по работе с детьми. И вот этот год, что показал? Команда, должна быть инструкторская команда. Те, которые... Не только они... у них есть образование, там, корочки какие-то. Методички. Методички, тем более методички, да. А именно они сами это должны проходить, сами это могут сделать. И вот здесь, знаете, здесь такое двойное такое получается, что вот, допустим, вот, ну, опять я беру вот и расслаблюсь, что с ним работаем, да. Значит, как и спецназ, бывших не бывает, поэтому вот трассу проходит он сам, подъем, переворотом, подтягивание, вот это все он показывает детям, да. То есть дети такого не делают, даже, ну, процентов, наверное, 80 этого сделать не могут, так что мы полностью это проходим, делают. Вот. И плюс ко всему, что должен собраться определенный состав, инструкторский состав, который не просто специалисты в этой области, а еще знают, как работать с детьми. Ну, это, конечно, комплексный подходит еще в психологии ребенка. А вот сейчас, если вот нам, вот лагерь, ну, не лагерь, а вот если парк, вот разве... не парк, а вот это центр наш... Центр подготовки, ага. Да, развивать. Вот знаете, когда трудно будет найти человека или вот группу людей, которые могут соответствовать вот нашим критериям, которые мы сейчас подняли планки и стали делать, дать, даем детям. То, что мы сейчас там проводим. Вот с этим начинается уже проблема большая. Вот так это всегда проблема, да. Ирина Николаевна, тоже то же самое, как не каждый человек допускает учительство-то. Это же тоже вы проходите определенный, да, отбор. Но я всегда говорю о том, что любой педагог будет великолепным, если он сам горит своим делом. Сейчас, как коллеги рассказывают, у них горят глаза, они этим заинтересованы. Вот тогда мы можем увлечь ребенка своим примером, показав, насколько это классно, круто. И тогда ребенок тоже будет гореть заниматься физкультурой, заниматься спортом, преодолевать препятствия. И самое главное, найти людей, да, которые любят свою профессию и хотят в ней быть. Вот это да, это очень важно. Кстати, вот мы приведем пример. Там, где сейчас уже существует класс ФСБ, это же вот центр образования. Я побывала там, я просто обалдела. Это на самом деле, как некоторые называют, космосом. Да, вот вы, да, потому что Алексей говорил, вот приводил пример такой школы. У вас там такого нет, у вас есть бассейны в школе. Два бассейна есть. У вас вот чем хочешь, тем и занимайся, в хорошем смысле этого слова. Да, скалодром. И школа, действительно, я ее видела с момента, как она строилась, наблюдала. И я хотела прийти в нее работать. Школа вызывает восторг, хочется ей соответствовать. Слушайте, это значит, это общество развивается, если так. Вот, Игорь, у вас там сейчас в центре подготовки, я знаю, что есть специальная тропа разведчика даже была. Вот это вот... Тропа настоящих. Тропа настоящих, да? Да, да. И вы работаете вместе с Ярославом, да? И в помощь, я не знаю, Алексей, тут еще не были там вот в этом центре подготовки? Будет, будет. Еще не было. Как Игорь будет преподавать, я надеюсь, вот культуру общения с оружием, в том числе, да? Ну, здесь, кстати, вот это все, кто сейчас приходит... Нет, у кадетов это с холодным оружием. А так, в любом случае, вот еще такой момент. Оружия сейчас много, пневматики очень много, да, у детей. Я не говорю про огнестрелы там или еще что-то такое. Вот, а здесь, опять-таки, преподаватель должен не просто показать, как там стрельнуть, как все это знают все. А вот опять я возвращаюсь к тому, что специалисты, да, что как, допустим, с коротким стволом работать, как его передавать, как его класть, как его заряжать, как вытаскивать. Вот эти моменты, и вот после вот, когда уже прошел у нас определенный курс, да, и как смотришь, новенькие приходят ребята, как они там что-то хватают там или еще что-то, вот эта культура, вот эта, она сейчас тоже должна быть как-то у нас именно связана со специалистами. Вот, а я сейчас посмотрю, Алексей слушает, это же фактически то, чему учат спецназ, одна из составляющих, да? Да. У вас же, у вас же работа с оружием тоже на первом месте? Да. Только тоже не подготовка тоже. Мы не даем какие-то закрытые технические приемы, мы даем общую культуру. Общую, конечно. Начальная АЗ огневой подготовки дается. А вот по-вашему, вот сегодня опять вот эти вот тревожные новости, которые из регионов, из других приходят, опять школьник взялся за ружье. Вот это вот может какую-то преграду поставить, это оружие, и он никогда не пойдет, не наставит это оружие на своих одноклассников? Ну, там тяжело залезть в голову, на самом деле, тем людям, которые на такое решаются. Я не знаю, как правильно сказать, был очень такой хороший пример в одной из смен лагерей. Мы там узнали, что мальчик считает себя скинхедом. Мальчик проживает достаточно, скажем так, в местности, в такой, ну, не густо населенной, а отдаленной. И через интернет он стал считать себя скинхедом. Причем для меня это был шок, потому что он считал, вплоть до того, что он считал генерала Калараснова и генерала Власова забытыми героями войны. Для меня, для моего поколения, которое выросло в Советском Союзе, это что-то такое несовместимое вообще в принципе. А ему за полгода через интернет надули в уши такую информацию, что он реально в это верил. И вот как раз у нас еще есть психолог очень хороший. Она с ним буквально поговорила минут 40, ну, может быть, 60. Вот, конечно, переубедить, она ее не переубедила, потому что это нереально сразу изменить. Но человек начал задумываться, начал задавать вопросы. И я понимаю, насколько сейчас мы упустили, ну, пусть будет громко сказано нашу молодежь, да, но вот мы сейчас упустили вот эту информационную войну, что в принципе возникают такие мысли. И нужны не просто специалисты по оружию, да, которые, да, не дают, человек понимает, потому что, как вот Игорь Абертович говорил, новенький ребят приезжает, хватая ствол, ему уже другие говорят, положи, так нельзя делать, они уже его поправляют. Вот, а нужны специалисты именно работать на тему патриотизма. Патриотизма не в смысле, как красиво построиться, как красиво шеврон пришить, а вот именно патриотизм изнутри. Что в голове? Да, начиная от правильных фильмов и заканчивая правильным общением с правильными людьми. У нас, ты говоришь, такое ощущение, как будто слово патриотизм стало каким-то нарицательным. Нет, сейчас мы уже, во всяком случае, сейчас мы начали подниматься, подниматься с колен, что называется, и вот вытягивать некоторых буквально за уши к этому. Кстати, Анна Николаевна, как, Ирина Николаевна, как у вас в школе, в центре образования поставлена вот именно вот эта вот работа с молодежью с точки зрения патриотизма. Это как? Опять же таки, чтобы было интересно. Потому что начнется кто-нибудь говорить, да это неинтересно, он опять уйдет вот туда вот и будет сидеть. Нет, ну, во-первых, у нас в школе есть обязательно классный час, он в понедельник идет для всех классов. И у нас на весь год прописаны темы, в том числе патриотического воспитания, где учителям предоставляются материалы, это и видеоролики, и презентации, и теоретические разработки, где учителя доносят информацию до учащихся и могут поговорить на те вопросы, которые волнуют обучающихся на данный момент. Они вообще так задают вопросы, не прячутся, не стесняются, или может быть там уже... По-разному бывает. Есть, что и задают вопросы, есть, что отмалчиваются, но вот такие классные часы, они направлены на то, чтобы вывести детей на диалог, чтобы получить обратную связь с ними, какие у них мысли, о чем они думают, что их интересует, и уже выстроить свою систему воспитания в дальнейшем. Вот именно военно-патриотического, упорно на патриотику, да, Алексей Викторович, мы давно говорили о создании вот такого вот клуба «Купол», да, военно-патриотического центра. Сюда, в эту студию ко мне приходил союз десантников, ребята, в 14-ю школу я была у них, вот на празднике десантуры, и все-таки сдвигается с мертвой точки этот вопрос. Да, на базе общественной организации союз десантников создан военно-патриотический клуб «Купол». Он начинает свое функционирование на базе 14-й школы, как бы уже прошло собрание с детьми, и на этой неделе он начинает первое занятие. То есть уже на этой, первое занятие уже. И не обязательно, что это будут ученики 14-й школы, потому что туда может прийти желающий, да? Ну, как бы мы хотели сделать сначала пилотный проект, набрать 15 человек, где-то приблизительно 3 месяца давать определенные занятия, и через 3 месяца посмотреть итог, чего дети достигли и что усвоили, какие темы усвоили. Ну, то есть там тоже будет, там не просто будут чтения, лекции, классные часы, это будет практика, да? Нет, в основном практические занятия. Также начальные азы огневой подготовки, начальные азы топографии даны, начальные азы горной подготовки, высотной подготовки будут даваться, медицинской подготовки. Ведь это же все, то, что мы перечисляем, это все ребенку пригодится в жизни, потому что некоторые думают, что вот он кадет, да? Он закончит кадетский класс, и ему обязательно, хочешь не хочешь, нужно будет одевать погону. Ведь это же не так. Нет, нет, нет. Ведь это же прежде всего воспитание. Как вот в этой же программе мы встречались с тренерами по боксу, которые говорят, что фактически получается, что каждый тренер, как вы сейчас, да? Вы спецназ, и люди, которые, как бы, скажем так, далеки в чем-то от непосредственно учительской работы, но вы становитесь вторыми родителями для ребят на это время. Хотелось бы. Вы тоже же рассчитываете на помощь, на поддержку, чтобы мальчишкам, это второй папа, да? Однозначно. Ярослав Владимирович вначале сомневался, что целый день, чем занимать время свободное, но когда началась учеба, он понял, что в школе всегда есть, зачем нужно посмотреть, кого куда отправить, проконтролировать. По присутствию на уроках. По присутствию на уроках, и времени свободного не остается. А тем более, что там предполагаются какие-то секции или еще дополнительные, где ребенок хотел бы, это же не значит, что ты кадет, и ты не можешь идти учиться играть на скрипке. Нет, ни в коем случае. У нас в классе очень много ребят, которые занимаются от тенниса до каратэ, и если есть более-менее какой-то уже устоявшийся, ну скажем так, не профессионально, но устоявшийся вид спорта, я с большим удовольствием его отпускаю на эти занятия, потому что если где-то он уже состоялся, он не должен переживать, не то, что не может переживать, он обязан продолжать до тех пор, пока у него получается. Если вдруг что-то ему не понравится, или еще что-нибудь, ну как вот мы здесь-то уходили в спорт, он будет переходить, ну это как бы его выбор. Но здесь, если вот у него идет спорт, ради бога, вперед, я только забуду. Если, например, там где-то какие-то все равно, я с удовольствием поприсутствую, посмотрю, как он будет выступать. Спорт, мне кажется, это самое полезное, что может к умной голове обязательно должно быть здоровое тело. Да, это обязательно, да, это не сидение, вот как Алексей сказал, вдруг физкультура в классе шутка. Нет, но у кадетского класса, вот мы говорили, предполагается робототехника, которая идет английский, технический, ну да, военный, то есть они смотрят в этом аспекте. Хореография в будущем добавится, потому что они все равно должны основы знать хотя бы. То есть это у нас все направление. Соболы, да, офицерские. Человек должен быть гармоничный. Кстати, я скажу уважаемым телезрителям и радиослушателям, что у нас Ярослав Владимирович, подполковник внутренней службы в отставке, он не просто вот так вот говорит. На самом деле, если классный руководитель, это предполагается, ну как в казарме, когда человек живет, да, что отец командир круглые сутки с тобой, да, есть куда обратиться, есть совет спросить, чуть ли не помочь в уроках. Ну, тут все. Да, так оно и есть. Так оно, да. У него было призвание просто, это было скрытое призвание, сейчас он, похоже, себя нашел. Потому что вот по тому, как он сейчас действует, как он общается. Отслужив в рысе. Да, 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 и вот применяют. Отдав долг Родине. Второе, это новое предназначение, это тот же самый долг, воспитать достойное поколение. Кстати, говорили о наполненности, что необходимо ребенка развивать всесторонне, что есть человек умный, как раньше считал, то мне обязательно нужно бегать на лыжах, прыгать, играть в волейбол, да. То есть сейчас-то есть такая возможность, именно и в этом центре образования, два бассейна, да, стадион великолепный. Чего там только нету, да, у вас и скалолаза не можно заниматься, и скалодром, и чем угодно, да. Зал хореографии. Зал хореографии. У нас наконец-то открывается центр клуб-купол, как он называется правильно, Алексей? Военно-патриотический клуб. Военно-патриотический клуб-купол, о котором говорили, где тоже будут в помощь родителям настоящие офицеры-десантники и спецназовцы, которые будут заниматься и смотреть за развитием вашего ребенка. Это важно. А еще наполнение, мы говорим о патриотизме, вот какой вы праздник устроили в центре образования во время присяги? Это играет оркестр, это уже настроение создается, военный оркестр. Это выступают ветераны ФСБ, это приезжают представители пограничных училищ, да, пограничники, которые рассказывают. И дети, и есть ли здесь рассказывать о традициях нашего города, нашего народа, нашей культуры и наших военных подвигов за четыре-то года, хотя бы в кадетском классе. Ветераны группы Альфа с боевыми наградами, это для детей был, наверное, наилучший пример, который может просто был. Вот. Для подражения. Тут можно все, что угодно говорить, а когда ты видишь это, и когда я представляю, ребята в куполе в том же самом, да, вы придете, на вас приятно посмотреть. Вы боевые, поценутые ребята такие, офицеры. Дурном это точно не научится, называется. Нет, 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 мы не такие. Я хотела поговорить, Игорь, относительно, вот, меня просто заинтересовала тропа настоящих. Я знала, что ребята у вас там, это спортивное ориентирование, это настоящее, это как раньше игры в индейцев были, да? Это идет тропа военизированная. В общем, получается комплекс занятий, комплекс направлений, которые, как бы, они, каждая, может быть, отдельно состоять. То есть, есть просто полоса, штурмовая полоса, где у них есть физическая подготовка, там бегают все, есть альпинистская полоса, где вот поднимаются, спускаются, там дюльферы, то есть, вот, связаны с веревками. Есть спортивное ориентирование, где тоже, вот, как отдельный вид спорта, то есть, дети, именно не просто ориентирование по глобусу или как-то, а именно по карте, у нас карты свои есть, специальные есть. Также это стрельба из длинных, ну, из винтовок, из пистолетов, то есть, и каждое вот это упражнение, каждое вот это направление, оно может отдельно существовать, если вот по поводу секции, как говорится. Вот, здесь решили объединить, но это вот вообще Ярослав Владимирович, это была идея, вот, что все постараться объединить в одну линию, и вот тут... Это финальный, после каждой смены финальный. Ну, да, да, и вот этот весь результат, вот он сразу, вот, прямо показывает, что мы их готовим, 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 и потом идет финал. Дети готовятся к этому финалу, они вот проходят там, слушают, вот, действительно внимательно слушают, то есть, вот им... Тактику сами разрабатывают. Да, 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 вот с этой тактикой, когда у нас там идет, так называемый, этот, пинбол уже там у нас, да, и вот, когда они в поле работают, там у нас есть, кого надо поймать, те должны защититься, и вот им дается вот это, как бы, направление, кто, ну, они разыгрывают, кто нападает, кто защищается, и вот, действительно, у них вот собирается круг такой, они там что-то шуршат, что-то бубчат, но мы рядышком стоим, Ярослав Динго со своими, я со своими стою, вот, потому что они уже знают то, что они вот прошли вот этот лагерь, прошли, они знают, у нас вообще не лагерь, у нас спортивного учебного сбора, да, учебного сбора, да, вот, они уже там чего-то набрались, да, то есть, а здесь уже видно, что они начинают обсуждать, как обходить, как ходить, техника движения, как, да, как прятаться, как там, в общем, вот... А главное, что, вот, я так поняла, что это сплачивает ребят, они становятся командой, а вот, по поводу этого, если отдельного, что приходят дети, которые пришли к нам, просто пришли они, да, там, в разные, во-первых, все из города приезжают, все себя бьют в грудь, да, мы самые такие. Мы самые крутые, мы самые настоящие. Да, три дня достаточно для того, чтобы они сами увидели, кто они есть. Командиры отрядов, которые назначаются, они у них именно командиры отрядов, потому что построение, постоянное построение, утром подъем построение, перед обедом построение, Орлядский круг делаем тоже построение, командиры собирают их, и вот это все, как бы, объединяет вот эти их отделения, да, то есть, у нас, как получается, там, взвод в УСНС, у нас просто, как бы, отделение. Они подчиняются командиру, командир уже непосредственно докладывает кому-то еще старше, то есть, вот такая иерархия какая-то есть, и вот тут они начинают, вот это как раз, да, соединение их, они вот, вот команда, все, они так стали, все, это их команда. Хотя мы постоянно им говорим, ребят, вот сейчас вот это у нас игра, после этого мы все вместе, и вот самое главное, приехали юно-армейцы, приехали, не кадеты, ястребы приехали, да, там, с другой школы, там все, у них вот, и формы разные, и все, они стояли все отдельно, вначале, все отдельно, когда уже был концовка, они все вместе, они просто все размешались и стоят все, вот все вместе, то есть, это единый коллектив. Сейчас вот у меня последнее, позавчера у нас как раз были соревнования по стрельбе, да, были у нас, приехали, вот и часть ребят, которые приехали, я стоял на них, но у меня, ну, не то что слезы, а говорят, вы по нам скучали. Ребята, я говорю, да я не могу, ну, потому что, ну, ну, такое, вот, сколько я занимаю детьми, вот такой год, это вот сейчас первый пока, потому что я надеюсь, что вот эта сейчас военизированность, она как раз идет на каком-то тренде хорошем, да, и вот это все сейчас начинается. Даже, даже я бы не сказала, что это военизированность, вот именно вот этот вот комплекс, потому что уклон тоже куда-либо здесь, это тоже ничего хорошего. Это как Зорница в свое время. Да, это Зорница, Орленок, Зорница, помните, мы ничего фактически нового не придумали. Кстати, Алексей, вот так интересно Игорь расскажет, вы как-то будете объединять усилия, купол, у вас же там, у вас есть специалисты в своем деле, Ярослав здесь свое, Игорь свое. Мы будем дополнять, каждый будет дополнять, в военно-патриотическом клубе тоже будут принимать участие не столько раз других клубов, мы будем просто друг друга дополнять всегда. Скажем так, мы большой коллектив, да, мы практически практически как семья. Мы работаем в одном направлении, который будет. То есть вы все единым кулаком, да, вместе? Да, естественно, конечно. Потому что здесь, чтобы не было, как лебедь, рак и щука, каждый вроде бы занимается полезным делом, а как-то в разные стороны тянет. Более того, мы как бы открыты для других людей, и если человек настоящий, нормальный, мы всегда рады принять его как бы в свой, ну как это, не коллектив, а в свой круг общения. Буквально как раз, когда была присяга у кадет, с нами общались с Подмосковью ребята, с Москвой ребята, мы уже как бы обменялись телефонными адресами, будем ездить и обмениваться и опытом, и знаниями, и программами. И вплоть до того, что как бы у ребят, у ветеранов Альфы есть на территории нашей области свой лагерь, вот, он как бы финансируется с Москвы, поэтому там все хорошо, вот, нас приглашают туда. Вот, и я думаю, что мы объединим наши усилия в город. Это уже всегда такое приключение, да? Конечно, приключение. Там вплоть до того, что они даже сами церковь строят своими силами, представляете, вот, насколько вот, никто никого не навязывает, никто не говорит, все, давайте сейчас все немедленно пойдемте там в церковь, нет, никто никому ничего не навязывает, Боже упаси. Русский народ, он всегда был, вот, это слово неприятное, толерантность, да, вот это вот, мы всегда были добрые, нам не надо какой-то навязывать лишние понятия ненужные, русский народ всегда был добрым. Причем русский, он всегда был более широкое понятие. Вот как вот, был замечательный фильм «28 памфилосов», он говорит, какой же русский, аж казах. Он говорит, ну, может, сейчас за нас воем, значит, русские. Да, у нас, да, вот, как нас воспитывали именно так, что мы все были, мы не различали за нас. Мы не различали, а здесь у нас были чукчи, мы про них анекдоты рассказывали. Ну, потому что анекдот, да, да. Это шутка, никого не хотел обидеть. Да, это хороший человек. Кстати, Ирина Николаевна, планируется вообще как-то то же самое? Вы со своей стороны, со стороны руководства школы, контролируете как-то работу кадетского класса? Он вписывается в общее расписание? Конечно, он вписывается. У них есть уроки, которые по обязательной программе идут, и дополнительные. Мы постоянно с Ярославом Владимировичем на связи, видим, какие затруднения возникают, планируем, как их решать. И так как это пилотный проект, что-то мы еще совместно продумываем на будущее. Про тот же лагерь летний для кадетов, да. У нас постоянно, да, как-то надо. Да, моменты, чего не хватает, что бы мы хотели еще, чтобы появилось в кадетском классе. Поэтому это первый год, когда мы только настраиваем направление, как это будет дальше двигаться. Кстати, с родителями как выстроены отношения? Насколько родители? Вот у вас в школе, Игорь, у вас есть какие-то взаимоотношения с родителями, что кого-то приходится уговорить, объяснить, зачем нужен ребенку этот центр подготовки? Когда приехали родители, первые самые у нас тренировка началась, Ярослав Владимирович привез их сюда, я даже им сказал, вы первые родители, которые настолько заинтересованы в детях, я не знаю, может, дети даже меньше были заинтересованы, чем родители, потому что мы все были на одной волне. То есть, чего ты говоришь, а я не говорю в космос куда-то. И они меня прекрасно понимают, они говорят мне что-то, я тоже их прекрасно понимаю, потому что они приняли всю нашу игру, что что-то такое есть, где физуха, физуха, еще раз физуха, но нормально, умеренно, не то, что там Качков делает. Нет, просто что-то они развлекаются, тренируются, и сам это не просто, что какое-то одностороннее, однополярное, а в разные направления, что у них будет сейчас, по крайней мере и было, и есть, что они просто много-много-много-много направлений. Вот, косвенное развитие. Да, 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 и вот родители как раз вот, они за это. Все, вот берите, да, вот давайте занимайтесь, главное занимайтесь. Вот это, конечно, здорово. Не все, кстати, родители такие, не все. Ну, кстати, мы посмотрим по нашему голосованию, как у нас народ отреагирует, да, дал бы ребенок своего в кадеты. Что было интересно, когда приехали, мы не стали как бы сразу все хватать, мы взяли только полосу. Для чего? Класс собрался из разных классов, даже есть несколько детей из разных школ, и они на тот момент плохо себя знали. Полоса проходится 4-5, максимум 6 человек. Вот они объединились в эти коллективы, а полоса, она не проходит индивидуально, она проходит в группе. И ребята помогают девчонкам, там, тот, кто повыше, помогает тому, кто поменьше, кто посильнее, там, кто послабее, ну, и кто пошустрее, там, кто чуть помедленнее. И коллектив, вот они два раза прошли эту полосу, пробежали на время, и они прям вот, реально прям сплотились. И даже девчонки говорят, а мы не знали, что наши парни могут нам так помогать. Вот, они начинают себя раскрывать. Они, может быть, где-то были в чем-то зажаты, а тут им раз дали раскрыться. И родители, родители бегут сбоку, кричат. Да, 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 да. Родители, на самом деле, мотивирование детей оказались. И они готовы помогать, они готовы поддерживать, принимать условия. То есть вот здесь с родителями пока у нас очень хорошо. Ну, здесь еще занятость, занятость ребенка, тут уверенность в том, что ребенок будет не будет заболтаться на улице, или он тихо сидит у себя в комнате, он сидит дома, значит, все хорошо, а он сидит в интернете, в телефоне, и неизвестно, чего он там насидит. Вот это самое печальное. Ведь это, наверное, вот этим, как бы вы сейчас, что бы сказали родителям с точки зрения убедить, что это нужное дело? Вы знаете, я бы сказала, что у детей сейчас нет идеалов, как было в Советском Союзе, к чему стремиться. И очень хочется, чтобы таким маяком или идеалом для них были люди, которые готовы прийти на помощь, которые преданы своей стране, и которые действительно могут привить те качества человеку, которые в жизни будут, ну, я считаю, самыми главными и важными. Поэтому мы рады, когда дети стремятся быть нужны нашей стране, готовы прийти на помощь. И мы рады в такой класс принимать и детей, и их родителей. Я думаю, что через год мы уже посмотрим, мы посмотрим на повзрослевших детишек. Это, наверное, уже как-то изменится, да, ребятишки совсем. Игорь, какая помощь необходима? Потому что все-таки дело-то нужное. И есть ли какая-то отдача со стороны государства? Кто-то помогает? Потому что все-таки не в самой Твери находится центр подготовки. Нужно туда и добраться? Ну, конечно, все это нужно. Но главное не мешает. Вот это мне сейчас самое главное. Что как бы в определенной степени, в какой-то степени они заинтересованы. Допустим, та же сама администрация Бурашского поселения. Где вот нахожусь там, вот с главой, в общем-то так, в хороших отношениях. Вот. Но вот чисто технически. Конечно, нужен транспорт. С транспортом это проблема сейчас. Это вообще огромная проблема, чтобы к что-то добрались. Дети с родителями добираются сами до нас. Хотя не так и долго все это. 26 километров все-таки до нас. И это 20 минут доехать. А по чисто материально. Вы знаете, мы с супругой пробовали просить спонсорскую помощь. Ну, наверное, мы не умеем это делать. Наверное. Потому что мы уже просим даже не деньгами. Просто, допустим, веревки нам нужны. Пиломатериал. Мы отстроили вот эту полосу с Ярославом. Просто вот горбыль. Я нахожу горбыль, привожу его, распилив его. И делаем вот полосу препятствий из горбыля. Ну, конечно, она... Горбыль, он и есть горбыль. Если делать что-то красивое, типа... Ну, это да, это конечно. Это можно все сделать, потому что... И кто помогать бы там, ну, я имею в виду из Ярослава, ребят. Да мои ребята тоже, они говорят, давай, что-то надо, поможем. Вот. Просто мы сейчас делаем то, что мы можем, и смотрим, насколько это реально. Может, со временем кто-то заинтересуется. Будем надеяться, может быть, кто-то услышит нашу программу и захочет помочь. Тогда милости просим, что называется. Алексей, несколько слов о том, что вот услышат родители, кто-то захочет узнать, где это, как записаться, какая связь контактная. Вот, Клуб Купол. Это что можно, и что вам нужно для того, чтобы стать членом этого военно-патриотического клуба? Самое главное желание. Желание, чтобы... Каждый может, ребенок, прийти, каждый может записаться. Милости просим. Вся информация будет в основном в 14-й школе, как бы. Даже на проходной 14-й школы можно узнать, когда проходят занятия. Там все расскажут, все покажут. А возраст какой? Ограничен возраст? С какого класса? Возраст мы берем 6-й, 7-й класс и старше. Вот, 6-й, 7-й класс. Вот здесь вот мы говорили 8-й, да? Но, тем не менее, такая тоже уже люди, которые осмысленно будут ходить и заниматься, да? Да. И это после занятий, имеется в виду. Это как человек ходит в секцию. Как кружок. Как кружок. Как кружок в секцию, да, вот назовем так. Но, тем не менее, все разносторонне. Все разносторонне. Разносторонне, разносторонне, разносторонне будет. Ярослав, ваше пожелание родителям относительно кадетского класса, относительно вот этого движения, зачем это нужно, скажите по-вашему? К нам родители сейчас детей отдали для того, чтобы они были более дисциплинирны, наверное. Вот прям такое пожелание высказывалось родителями. Вот. Сейчас мало кто думает о том, где они будут потом работать. Это еще рано. Ну, их тоже понять можно. Родителям хотел сказать, не бойтесь. Если кто-то думает, вот, там, сейчас из моего ребенка сделают солдафоны. Да ничего подобного. Ну, реально ничего подобного. Наш идеал, это, скажем так, кадетские корпуса, которые были, ну, скажем так, в царское время, в послевоенное время, когда, как вот прямо сказали, от физической подготовки до танцев. Вот офицер, он должен быть офицером. У нас порой бывает так, сейчас на некоторых без слез не взглянешь. Ну, вот, а мы хотим, чтобы было наоборот. Это замечательно. Если каждый человек на своем месте сделает хотя бы маленький кирпичик в эту большую общую стену, то у нас получится хорошая, монолитная такая, прочная такая, ну, стенища, которая будет защищать нашу Родину от всяких своих балбесов. Причем не обязательно, что этот человек будет, все, вот, прямо пойдет в армию служить, все, неважно, агроном, токарь, там, я не знаю, инженер. Все профессии нужны. Каждый на своем месте. Если он нормальный, хороший, дисциплинирный, умный, умный и здоровый человек, это для Родины только плюс. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Эфир подошел к концу. Вот я смотрю, у нас голосование здесь, на нашем экране, 50 на 50. То есть мы задавали вопрос, 50 процентов разделились жители нашего региона. Кто бы отдал своего ребенка в кадетский класс, кто бы не захотел этого сделать. Ну, все имеют право, да, я думаю, что, может быть, мы сейчас объяснили, немножечко приоткрыли, да, завесу над этим движением. И уже у нас как-то будет желающих побольше. Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания.